С Верой в спорт Здравствуйте, Евгений Алексеевич Добрый день Первый вопрос, который я вам хочу задать Это ваша оценка состояния спортивных объектов Новых, которые готовятся к чемпионату мира по футболу Само строительство и подготовка к чемпионату мира 2018 года Оставляет в некоторых местах желает лучшего А в некоторых местах уже комплексы готовы к приему зрителей И проведению матчей Это зависит от географии городов То есть в центральных регионах наверняка строительство идет больше Естественно, это зависит от руководства регионов И, естественно, контролирование этого процесса В данный момент сейчас видно, что готовы почти все у нас объекты К проведению первенства мира Сегодня даже проходит последняя проверка в Екатеринбурге Футбольного стадиона Так что поля будут готовы к назначенному времени К проведению игр И что отрадно видеть, что этим интересуются многие болельщики Которые сейчас приобретают билеты, оформляют паспорта футболистов, болельщиков на эти игры Да, вот тоже в соцсетях можно наблюдать, как идет строительство в разных городах Новую арену в Саранске, в Самаре, в Калининграде Реконструкция фишта в Сочи В Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде в том числе, да, все правильно Вот вопрос возникает еще такой Вот скажите, насколько действительно необходимо строить такие крупные, действительно крупные объекты В таких городах, как, к примеру, Саранск или Самара или Калининград Насколько они будут востребованы в дальнейшем? Ну, я не открою секрет, что эти все объекты строятся в имиджевом порядке Не чисто в финансово-экономическом, что они принесут какой-то доход Имиджевый порядок Что это на фоне всего развития футбола У нас Россия не отстает от ведущих стран мира Поэтому у нас объекты будут в полном порядке и готовы к приему зрителей Вот самое основное Это имидж, это политика Самое основное Уже на втором плане идет экономика Ну, то есть помогут федеральные власти Да, естественно Непосредственным проведением этих всех мероприятий Занимаются люди под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина То есть все будет хорошо? Будет все хорошо А как Вы считаете, какие мероприятия после чемпионата мира можно будет проводить еще на этих стадионных объектах? Ну, этот вопрос сейчас в массовых средствах информации очень часто обсуждается Что будет на этих спортивных сооружениях Но самое интересное, например, приведу небольшой пример Вот в Бразилии после чемпионата мира У них стадионы отданы под торговые центры Да, стоянки автомашин Тоже там громадные объемы были затрачены на строительство этих объектов И в итоге они доход не приносят А что-то, что-то как-то окупить Это все, естественно, так делается Что у нас будет, тоже непонятно Хотя, говорят, все мы отдадим под детские спортивные школы Под проведение мероприятий различных Под концерты Различные выставки Вот это обсуждается Очень хочется в это верить, что так именно и будет Ну, верить можно во что угодно Но дело в том, что такие стадионы под 40 тысяч И как их заполнить Когда у нас посещаемость премьер-лиги Ну, средняя где-то 10-15 тысяч Не говоря там о «Зените», где там больше 40 тысяч В «Локомотиве», «ЦСК», в «Краснодаре» Команда «Краснодар» тоже там большая заполняемость Так что тут этот вопрос Как будут заполняться стадионы Ну, поживем-увидим Я думаю, что все станут этому свидетельными Думаю, доживем Доживем, конечно, куда жденемся Давайте перейдем теперь к обсуждению того Как же сборная наша готовится И как, по вашей оценке, она выступит на чемпионате мира Вот этот вопрос, конечно, очень сложный И, естественно, мы все, как имеющие отношения К футболу Поддерживаем главного тренера Счисесова и его команду В подготовке этих соревнований Ответственность большая Тем более, сейчас есть кадровые проблемы В сборной Решены ряд ведущих защитников Получил травму серьезную Один из ведущих форфордов сборной То есть, сейчас ему очень сложно скомплектовать И выставить команду Хотя этот турнир скоротечный Поэтому нужно все равно основных игроков Уже подготовить к такой степени И так, чтобы действительно Вот 14 июня Надо обязательно Саудовскую Аравию обыграть Вот Сыграть удачно с Египтом 19 июня И 25 июня У них будет решающая игра с Урагваем Это главный соперник, да, в группе Ну, один из главных Потому что все команды Очень готовы к чемпионату мира И представят своих лучших игроков Вот цель, конечно, Черчесова Вот найти взаимопонимание между игроками Чтобы они действительно выложились По полной программе своей подготовки К этим играм Вот, конечно, это вызывает беспокойство Так как у нас классных игроков Очень немного В сборной И только можно рассчитывать На командную игру Один за всех И все за одному? Все за одному А как талантливый тренер Может вот это взаимопонимание создать? Ну, тут больше играют Личностные характеристики тренера То есть его авторитет какой-то? Да, у Черчесова есть достаточно высокий авторитет И как игрока, и как тренера И он старается быть в гуще всех событий Посещает многие игры Он даже игры посещает Не только Сбор Игры Премьеры лиги Но и Тренировки посещает Других команд Смотрит за игроками внимательно Ищет И вот, например Вот Кубок легенд проводится Каждый год Приезжают лучшие игроки Европы В Москву на турнир Который в этом году провели Десятый раз Вот, он даже на этих играх присутствует Я с ним даже общался Фотографировался Разговаривали Вот, то есть человек Не случайно в футболе И думаю Вот, его игроки поддержат Тем более он Свою поддержку Чувствует со стороны Руководства Области города Руководства страны Вот уж как И болельщиков, наверное, в том числе, да? Да Хотя, вот я об этом и говорю Я сразу думаю О нашей области О нашем городе Да, мы к этому постепенно Придем К этому мы придем В своем финале А вот вы упомянули о том Что Довольно мало В сборной России Действительно Выдающихся футболистов А откуда берутся Талантливые Выдающиеся футболисты Как они растут Как они становятся Выдающимися Ну, у нас Талантливых футболистов В России достаточно Но они на определенном периоде Как-то теряют стимул Дальше развиваться Это зависит все-таки От тренеров Тренеры у нас В основном сейчас Приглашаются ведущие Приглашались Ведущие команды Иногородние специалисты И сейчас приятно Конечно А сейчас приятно Видеть все-таки Локомотив возглавляет Семин ЦСКА Гончаренко Ну, он из Белоруссии Но можно сказать Что наш человек Жалко, что В Зените Собраны лучшие игроки Одни из лучших игроков Тренер Итальянец Манчини Где Мы видим Очень большие проблемы Видно В отношениях Игроков К друг другу И поэтому Результаты такие Они играют Недостаточно Успешно При Очень Большом Финансировании Команды Так что От чего Зависит Это зависит Конечно От тренера Больше всего И от коллектива Кто им помогает Пример Вот Семин Дала Доверил Играть Нашим Братьям В локомотиве Так Кто же у нас Там Вот Даже забыл Вот Название Фамилии игроков Вот два брата Они 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 представляют Действительно Техничные Их даже Отмечают За границей Что вот Действительно Это техничные ребята Вот на таких Надо равняться А им дал в путь Этот Наш тренер Семин То есть Увидел Их талант Увидел И доверял Им О воспитании Футболистов Еще хочу С вами поговорить Давайте Теперь уже Пройдем Непосредственно На Кировской Области И на примере Нашего С вами Города Попытаемся Разобраться Как же Футболисты Воспитываются Здесь И имеют ли Возможность Войти Скажем так Высшую Лигу И были Такие Прецеденты Чтобы наши Кировские Ребята Выходили На Высшую Лигу Начнем С хорошего Да У нас Действительно Есть Способные Футболисты Которые Могут Достойно Представить Наш Регион В российских Соревнованиях Я назову Трех Игроков Это Воспитанники Детской Спортивной Школы 05 Когда я еще Работал Директором Школы Это Алексей Пугин Который Ярко Проявил В играх Различных Коллективах Сейчас Играет Он За Том Очень Приятно Что Чтобы Получить Мастера Спорта Футбол Или Хоккея Это Немыслимо Но у нас Есть два Воспитанника Которые Получили Это Андрей Малых В Оренбург И В этом году Выполнил Норматив Мастера Михаил Багаев Это Воспитанник Тренера Ларькова Это Наши Это Лучшие Воспитанники На данный момент Так что У нас Есть Футболисты Просто Им Оказали Доверие Не здесь А в других Командах Вот В Оренбурге В Курске Сейчас Миша Багаев Играет Проиграл За Очень Сильные Клубы Раньше Из Рубин Казань Из За Торпедо Из Краснодар За Хабаровск То есть Он Нашел Свой Путь И Пришел К мечте Детство Стал Мастером Спорта Это Очень Приятно Вот Это Самое Приятное А почему Очень сложно Добиться Степени Мастер Спорта В чем Сложность Футбол Спорт Номер Один У нас Считается В России Если Сравнить С другими Видами Спорта В Российской Федерации То Он Конечно На Недосягаемой Высоте У нас Получается Я Вот Сейчас Найду Кардиограмму Ничего Страшного Мы Тут Немножко Задержимся Ничего Ничего Это Вы Что Сейчас Такое Стоите Это Значит Основное Направление Развития Футбола В России Роль Чемпионата Мира Вот Посмотрите Знакомьтесь И Что Мы Здесь Хотим Найти Да Я Хотел Найти Насколько Пребладает Увлечение Футболом На другими видами спорта Хоккея Футбола Хоккея Баскетбола Волейбола В России То есть Это спорт номер один У нас Естественно Так же Как я считаю Что в Кировской области Спорт номер один Это футбол Хотя Сейчас Не лучшие времена Футбола Нет Профессиональной Футбольной команды Болельщикам Хотя Я немного Ходила Но Сейчас Вообще Некуда Приходить Смотреть Только Можно Если На детские команды На детские команды И На Тех Энтузиастов Кто Любит Футбол И развивает Вот мы можем Вернуться В данный момент К любительской Футбольной лиге Да Как раз Хотели Мы с вами Поминуть О том Что В этом номере Деловой газеты Бензиновости Интервью Павла Шихолева Вышла Учредителя Группы Компании Новый дом Где он Ансировал Чемпионат Любительской Футбольной лиги Но не только Это Еще и Строительство Крытого Футбольного Манежа И Вот Первый вопрос Который я вам Хочу задать Сюди с этим Как так Получается Что Сейчас Спорт Фактически Находится В руках Инициативных Групп Таких Как Группа Компании Новый дом И прочих Коммерческих Структур Где же Федерации И почему Не видно Их работы Почему Не видно Меньше Видно Работы Скажем так Уполномоченных И ответственных Органов Вера Вы такой вопрос Задали Серьезный вопрос Который Требует Большого Разговора На эту тему И не только Среди Болельщиков Но и среди Руководства Города И Нашей Нашей региона Почему Вот это Образовалась Ниша Ниша Участия Населения В футбольных Соревнованиях Вот эту нишу Заняли Вот такие люди Вот Я сегодня Впервые Прочитал Значит Это у нас Павел Евгеньевич Шахалеев Он действительно Организовал И способствует Проведению Соревнований Это массовые Соревнования То есть Это его Личный интерес Его Вклад В социальную Жизнь В спортивную Жизнь Города Это очень Похвально И то что я знаю Среди его помощников Наши воспитанники Детской спортивной Школы Вот И я с ними Разговаривал И они Настроены Очень Ну не настроены Они уже работают Просто Работают И проводят Соревнования И команды 60 команд Представляете Участвовать Так как у нас Сейчас Вот вы как Сказали Почему они проводят Потому что у нас Спортивные организации Города Самоустранились От развития Ну я буду говорить О футболе Они Самоустранились Что значит Самоустранились Они не проводят Соревнования Которые необходимы Для детей Подростков То есть Если проводят То вот Например Первенство Города Кирова Проходит только В июне Месяц Июль Август Один раз В год Да Один раз В год Раньше Мы когда Руководили Футболом У нас Были мероприятия Зимние Зимнее Первенство Города Кирова По всем возрастным Группам Это очень много Было команд Зимой Играли на большом Заснеженном Футбольном поле Готовили футбольные Поля То есть Давали возможность Детям Проявить себя Сейчас они Играют В этот мини футбол Пять на пять Дети Они должны Не только В мини футбол играть Но они должны В большой футбол Так как мы Все таки Представляем Северный город С большими традициями Развития футбола Большого футбола Были Неоднократно Чемпионами Спартаке Были Чемпионы России Так что Надо Откуда-то Брать Резерв А резерв Брать сейчас По сути Неоткуда Потому что Просто нет соревнований И поэтому Вот эту нишу Заполняют У нас любители Кроме Этой любительской Футбольной лиги Еще существует Любительская футбола Спорта Там Тоже Очень большие Много очень команд Около 50 команд Которые Регулярно Участвуют В соревнованиях И зимой Осенью Весной И летом То есть Круглогодично И Участвуют Достаточно Уровень Высокий уровень Подготовки Есть Это Взрослые А среди детских команд Вот любительская футбольная лига Определила Что И будут проводить Детские И женские И женские И женские Что очень важно Кстати Память не изменяет В этом году Исполняется Около По-моему Тоже 100 лет Первым игром Женского футбола Вятки Знаменательные даты Я вот не помню Да Это было еще До войны Так что Вот серьезные мероприятия Ну и естественно Пропаганды Как футбола Как социального Объекта У нас просто не существует Должна своя быть программа В развитии футбола В развитии футбола В регионе у нас нет То есть программы По которой движется Поизия должна двигаться В федерации Ее нет Да Она Может быть Она вот есть Но она Вот неизвестна Вот например Я хороший пример приведу Во время Времена Когда губернатором Был Шаклеин Была вот Создана областная программа Развития детского футбола В Кировской области На 2009-2011 годы Вот И Эта программа Были указаны Все мероприятия Какие должны быть Это большая Ну Была работа проведена Утверждена Все Но дальше Со сменой губернатора Вся эта работа Прекратилась То есть Просто Стало проводить Просто Обыкновенные С чем вы это связываете Что Отпала необходимость Поддерживать Спортивные коллективы И спортивные организации И детско-юношеско-спортивные В том числе Ну Нет денег Я думаю Нет до понимания Значения Физической культуры Спорта Среди детей И подростков Но сейчас Мы вроде бы Видим Что возрождают Спортивные движения Спортивные организации И вроде как Все это должно Вернуться на круги Так как это было Раньше Как вы считаете Такое будет Ну это должно Под оккураторством Быть обязательно Губернатор И его подчиненных У нас сейчас В данный момент Не вижу перспектив Дальше развития футбола Результатом этого является Что не участие нашей команды Динамо В профессиональном футболе Это очень Большое Небольшое даже Это просто Вот я встречаюсь В Москве С работниками РФС Они все спрашивают Как у вас там Футболом Как дальше будет Что чего Я не знаю Что сказать им Потому что Перспектив развития Нет дальше Финансирование Этих команд Не такое Уже большое И тем более Говорят Вот Не надо Профессиональную команду Финансировать Будем детские Юношеские Ну и детские Юношеские Команды Не финансируются Я вот был директором Я ведь ни копейки Не получал Ни от города Ни от области Все за счет родителей И участвовали В первенстве Привозского Федерального округа Удачно выступали То есть За счет родителей То есть Интереса Такого Какой должен быть У руководства Спортивного руководства Города И области Нет Отсутствует А как считается Динамо Возможно возродить Так или иначе Ну чтобы Сейчас Чтобы возродить Надо конечно Иметь ряд игроков А ряд игроков Это только Должен быть Какой-то Тренировочный процесс Подготовить команды В соревнованиях Участвовать А если Сейчас просто Участвовать В соревнованиях И занимать Последние места Ну опять Только одна критика Будет И И опять Вернемся Вот к этому Футбольно-любильской лиге Они сейчас проводят Мероприятия И хотят проводить Мероприятия Вот к ним Интересно сейчас Я думаю Народ потянется Профессиональный футбол Сейчас создать Возобновить Очень тяжело Это нужно Кировской области Ну да А как же Дети должны расти Куда-то Они хотят Участвовать В соревнованиях Они же видят Мы взрослые Понимаем Что это денег нет Это плохо Это значит Надо учиться Там Наша сторона А дети говорят Мы хотим играть Мы хотим Вот и все Как вы считаете Возможно ли Что Ну к примеру Предположим На чемпионате Лиги Любительской Футбольной лиги Будут выявлены Звезды Ребята Молодые Активные Инициативные Из которых Последствия Будет создана Команда Возрождена Команда Частично К ранее заданному вопросу Вы как раз и подошли Грамотно Очень Да Действительно Вот ребята Проявят себя С хорошей стороны Не только Ребята Ну и взрослые Они хотят играть И где им играть И где Вот и все Весь ответ Подходим к очень интересным вопросам Мы с вами Еще Несколько уточнений Окей Есть игроки Есть ребята Которые хотят Вкладываться И отдавать Своей жизни Футболу Что еще Должно быть Соблюдено Какие факторы Еще Для того Чтобы команда Сложилась И команда Показывала себя Успешно На уровне Страны Спонсорская Поддержка В первую очередь Наверное Да Нужна Да Ну и авторитет Этим должен Заниматься Но если Люди Занимаются Которые Нет авторитета В футболе Ну и в спорте А есть у нас в Кириве Люди такие Которые Да У нас есть У нас есть Люди Возглавить Это хорошее начинание Например Бывший игрок Капитан Динамо Олег Цава Очень серьезный человек Ответственный И всю жизнь отдал Футболу Ну и Даже в руководство В свое время Он в администрации Работает То есть он структуру знает Есть у него связи Да А вот такие люди Если будут задействованы То можно ожидать Что-то хорошего Тренеры есть У нас неплохие У нас тренеры есть Подающие Как говорится Надежды Вот Моисеев Сергей Тренер Оленев Ефимов Леонид То есть Ряд Которые могут С командой Работать С успехом Но для этого Им нужна поддержка Конечно Больше ничего Так И наверное Помимо поддержки Еще площадка На которой Можно тренироваться Ребятам Ну да У нас действительно Сейчас несколько Футбольных полей Есть Действительно Но вот у меня Конечно Я с горечью Говорю всегда О том Что мне пришлось Построить Два футбольных Футбольных поля С искусственным покрытием И в итоге Оба поля За два года Пришли в негодность Что подтверждается Актом проверки Общества Бомар Которое строили Эти поля Да Документы Вы нам сегодня Принесли И Евгений Алексеевич Давайте Вспомним Как это все Происходило Как вы добивались Того чтобы эти поля Были Предоставлены Кировской области И вашей школе Что для этого Было сделано Какими силами И сколько денег Это стоило У нас значит Это можно сказать В 1999 году Когда был Губернатор Шаклеин У них хорошие отношения Были с Мутко В спортивной школе 5 выделили Это поле Но в связи с тем Что имело финансов Это поле у нас Появилось Только в 15 году То есть оплатили А было сказано Что до 14 года Привезут Ну привезли Это в 14 Хотя мы поле могли бы В 10-11 году построить Но финансов не было Вот в 14 году Осенью поле привезли Надо было Вопрос решить С леденевой канализацией Которую Нужно перенести В другое место Потому что Канализация проходила По центру футбольного поля Оно было 1953 года Устаревшая канализация Провалы были Топила весь город На уровне Около ботанического сада Большевиков Вы помните Автомобили Полностью Скорды под водой Вот надо было Леденевую канализацию Заменить Мне вот лично Пришлось заниматься Этим вопросом И в течение То есть за счет Своих собственных средств Вы это Ну нет Это выделил город уже Город Потому что в связи с тем Что построить Футбольное поле С искусственным покрытием Нужно Вот провести Были предварительные мероприятия Которые Было было Срочно провести Мы Посоветовались Со специалистами Выбрали время Декабрь месяц Где значит Еще земля не замерзла Грязи Немного И мы Эту Леденевую канализацию Сделали Сделали В течение месяца Перенесли ее Ближе К Трифоновому монастырю То есть По футбольному полю Сейчас эта канализация Не проходит Вот И Трубы были заложены Высотой Диаметром Метр пятьдесят И сейчас вода Очень быстро Легко уходит Это то есть Да Но этих потоков Мы больше не видим Да Была Двойная задача Уже решена Это то что Город Освобождена От этих ливневых Паводков Ливневых дождей А Футбольное поле Значит На нем Не находятся Никаких объектов Готовы к эксплуатации Практически К эксплуатации Да Вот И затем Футбольное поле Были выделены По линии Минспорта России Бесплатно Подготовка Основания Была выделена Семнадцать с половиной Миллионов Подготовку мы сделали Подготовку проводила Организация Бомарт Очень известная Которая Делала Футбольное поле В Лужниках В Зените В Сокольниках Ну в общем Во многих Объектах Нашей Нашей России Вот я пригласил Один из лучших Специалистов Они сделали нам За полтора месяца Это поле Искусственное покрытие Вот И нужно было Его Контролировать Нужно было Регламент соблюдать Использование Это футбольное поле Что в течение двух лет Оно Не было Соответственно Работ По этому По Полю Да Список работ Вы мне предоставили Я могу зачитать Это ежедневная работа Еженедельная Ежемесячная Ежегодная Это такие как Выполнение ворса Очистка поверхности Глубокая очистка Предупреждение Распространения Сорняков Контроль уровня Насыпных материалов Контроль уровня Насыпных материалов На зоне Пенальти И на угловых И уход За штрафной площадью Получается Пока вы Выглавляли школу Эти Работы Проводились Ну эти работы Проводились Потому что Поле новое было Работы Не надо было проводить Потому что Действительно Только-только сделали Но то что я Хочу сказать Там было Заложено Крошки песка Очень много А каждый Занимающийся На этом объекте На футбольном поле С каждой тренировки Уносило с собой По столовой ложке Вот это Как минимум Да И в итоге Сейчас представляете Оно За два года Не подсыпки Материалы Песка Гранулята Резинового Что там осталось Там по сути дела Можно сказать Ну Недостаточно Этого Объекта И поэтому Может при Использовании Этих футбольных полей На тренировках И играх Просто приходит Пришло уже в негодность Не приходит А пришло уже в негодность За счет халатного Такого Да Вот И вот о чем и говорит Акт проверки Так что вот это Больной вопрос И что дальше С полем будет Ну не знаю Это администрация Город Кирова Должна решить вопрос Они уже наверное Акт получили Этой проверки Я например Акт проверки видел Вот Нужно принимать Решение Или замена Полностью Этих футбольных полей Или частичный ремонт Частичный ремонт Конечно дешевле Частичный ремонт Это обойдется В 11 миллионов 293 тысячи 57 рублей А полностью замена А полностью замена Обойдется В 19 миллионов 627 тысяч 254 рубля Если будет принято решение Ну точнее Не будет принято решение Что либо с этим полем Сделать Что дальше с ним Произойдет Если вот все так и будет Как оно сейчас есть Вера Вот надежда Вот я сегодня Эту статью прочитал Надежда Вот на таких людей Как Шахалеев Павел Евгеньевич Вот И он действительно Говорит о здесь О трудовых резервах Как что это планируется Это правильно Это многие годы Говорится Об этом Как использовать Этот стадион Так что Будем надеяться Вот на таких Людей Неравнодушных Развитий футбола В городе Кирове Да будем надеяться Благо они есть Ну и наверное Заключительные вопросы Уже к сожалению Время у нас ограничено Не все Успеваем обсудить А вы поедете На чемпионат мира По футболу Я сейчас Значит Рассматриваю варианты Или в Москву Или в Нижний Новгород На какие матчи Ну какие там Какие билеты С билетами Очень тяжело Очень даже Хотя вот я например На игры сборной России По приглашению Российского футбольного союза Приезжаю смотреть эти игры Но сейчас такого не будет Потому что Система Распространения билетов Идет В электронной форме И получение паспорта На основании билетов Так что Я этот вопрос Рассматриваю Думаю В третью очередь Будет Когда билеты Оставшиеся будут Вот тогда И Определюсь И ваш прогноз Какое место Замет сборная России по футболу На чемпионате Значит С желанием Наверное выражу Всех Чтобы Вышли В следующий Этап Соревнований Это как минимум Да Вот как минимум Но Хотя и говорят Вот бразильцы Говорят Наверное Будет Россия Чемпионом Там Некоторые специалисты Ну По принципу Как на Олимпиаде Умейте в виду Ну В Олимпиаде Там совсем другое дело Конечно Там Подготовка идет Ну До полуфинала Дойдут Это будет очень хорошо До полуфинала Да Очень хорошо На этой Позитивной ноте Мы нашу программу Сегодня заканчиваем Итак Сегодня мы говорили О футболе И его развитии В преддверии чемпионата мира По футболу Восемнадцатого года Беседу мы вели С Евгением Душкиным Ветераном спорта Бывшим директором Детско-инношеской Спортивной школы Номер пять Спасибо большое Евгений Алексеевич Очень рада была С вами пообщаться Спасибо Ждем еще в гости Всего доброго С верой в спорт